Здравствуйте! С вами Елена Шамахова. В эфире интервью. Сегодня у нас в гостях глава города Зеленогорска Павел Корчашкин. Здравствуйте, Павел Ольгин. Здравствуйте. Заозерный 13, Красноярск 45, Зеленогорск. Все это название одного города. И у многих зрителей он ассоциируется с чем-то тайным, закрытым, запретным, важным, государственным. А каков он на самом деле, город Зеленогорск? Ну мы до сих пор имеем статус зато. И в этом смысле, конечно же, многих до сих пор пугает закрытость в названии города. Но при этом город более чем открыт. Мы стараемся участвовать в различных форматах для того, чтобы об этом громогласно заявить, что мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к развитию новых бизнесов, готовы к включению в новые формы общения. И в этом смысле Зеленогорск, ну, наверное, как никогда открыт с учетом общей экономической ситуации и желание все-таки на этом построить какой-то прорыв, мы в этом смысле, я думаю, что более чем другие готовы к любым контактам. А нет ли проблемы оттока молодежи? Как удается сохранить молодежь и сохранить кадры? С молодежью проблема. Жителей в городе у нас 63 тысячи. И те 200 километров, которые между Красноярском и Зеленогорском есть, это серьезная проблема. С одной стороны, проблема, потому что мы действительно не можем рассчитывать на появление, ну, таких вот сателлитных филиалов производственных, который может, например, похвастаться, ну, какой-нибудь, я не знаю, город, который поближе. Но, с другой стороны, может быть, вот эта отдаленность от регионального центра не позволяет ежедневно мигрировать горожанам, и они чуть больше патриотично настроены в отношении своего города. Чуть больше, ну, как мне кажется, больше болеют за судьбу города, поскольку в большей степени, большее количество времени проводят именно в нем. Я думаю, что если я позволю себе только сказать о том, что у нас нет проблемы от тока молодежи, меня, наверное, в город обратно не пустят, потому что это серьезная проблема, но она связана еще и с тем, что традиционно в закрытых городах присутствие госкорпорации Росатом очень высокий уровень образования. И именно поэтому мы испытываем достаточно серьезный настрой нашей молодежи на то, чтобы сделать карьеру в Красноярске, в Москве и там, гляди дальше. Противостоять этому невозможно. Мы, наоборот, гордимся уровнем образования. Придумывать и предлагать молодежи новые формы для того, чтобы они, возможно, получив какой-то бесценный опыт работы в мегаполисах, в центрах экономического роста нашей страны, возвращались назад. Вот это одна из задач, которая перед нами всегда стояла и стоит. Что-то делаем, но, может быть, не все получается. Проблема есть. Сегодня Зеленогорск определен как территория опережающего социально-экономического развития на уровне Железногорска в нашем крае. Как Вы считаете, когда эта программа заработает в полную силу, каково будущее Зеленогорска и его жителей? Ну, собственно, сам закон о территории опережающего социально-экономического развития, федеральный ООН, и предполагает нахождение или поиск новых точек роста экономического. И в этом смысле, конечно, это такой серьезный шаг в сторону ухода от зависимости от моноэкономики. На сегодняшний день электрохимический завод – это то предприятие, во имя которого, собственно, создавался, строился город, то предприятие, вокруг которого, в общем-то, и построена экономика города. Но при этом желание федерального центра, желание, совпадающее с этим и наше в том числе, иметь еще один источник, такой серьезный источник подпитки экономики города. И в этом смысле мы очень рассчитываем на то, что появление дополнительных налогов, появление дополнительной занятости для города даст возможность, ну, что ли, более свободно совершать какие-то маневры по благоустройству, по более, ну, что ли, улучшению комфортности среды проживания горожан. Основная задача. И, думаю, этот проект это решит. А в городе существуют проблемы безработицы? Конечно. У нас все раз безработицы. Да, ну, я думаю, что это не секрет, что у нас в рамках реструктуризации и вообще предприятий атомной отрасли, в том числе и электрохимического завода, достаточно серьезное количество горожан потеряли, что ли, такой якорную возможность служить государству, работать на государственном предприятии. И в этом смысле сейчас уровень безработицы, тот, который мы смотрим по статистике, он не превышает среднекраевой. Но при этом мы понимаем, что высококлассные специалисты, специалисты высокого уровня на сегодняшний день имеют и желание, и возможности, и потребности получить какую-то серьезную производственную, что ли, должность и продолжать... И вести пользу. Да, продолжать служить Родине. Ну, вот закрытые города, они и строились для того, чтобы работать, работать, работать. И, в общем, трудовая дисциплина и все, что к этому прилагается, культура производства, она у людей в крови генетически. Когда-то со всего Советского Союза приезжали специалисты, которые строили город, посуществляли пусконаладку на производстве, оставались, оседали и составляют такой мощный костяк. Это и уральцы, это и москвичи, и питерцы. Это вот намешанная такая кровь, которая, соответственно, конечно, в некотором смысле, нарочно оговорюсь, очень выгодно отличает зеленогорцев от жителей других городов. Но сразу хочу сказать, что это и есть определенная проблема, связанная с повышенной требовательностью к власти. Хоть мы и живем во время, когда жители городов, сел, районов более ориентированы на требовательность к руководителям своих муниципальных образований, но в городах, которые по-прежнему, как в советское время, читают прессу, знакомиться с нормативными актами, которые выпускает администрация, практически подавляющим своим большинством. Представляете, насколько сложно держать тот уровень профессионализма и ориентированности на ежесекундную пользу жителей? Очень многое приходится объясняться. В продолжении нашего разговора, учитывая современные средства связи, все люди на сегодняшний день, конечно, хотели бы ходить в кино, посещать театры, участвовать в каких-то интересных выставках. Как вы решаете вот эти вопросы? В этом смысле у нас город с замечательным потенциалом, очень широкая социальная сеть, учреждения, предприятия. И у нас есть и городской музей, есть военноисторический музей, которым может похвастаться, вернее, не может похвастаться ни один город за Уралом. У нас уникальный музей. У нас есть бассейн, у нас есть свой кинотеатр, у нас есть, как мне кажется, все для того, чтобы жители нашего города и близлежащих районов, городов не испытывали потребность ехать за этим в Красноярск. Это правда, мы всех приглашаем в гости, у нас даже есть зоопарк. А что есть вот что-то такое особенное, что, допустим, ваш город отличает от всех остальных городов в крае? Есть что-то такие, какие-то достижения, может быть, у вас? Ну, если говорить про достижения последнего дня, то мы все с вами помним победительницу конкурса «Голос». Дарья Антонюк. Конечно, да, наша Дарья, она сделала наш город известным даже там, где про него вообще не слышали. И со всех уголков страны звонили и поздравляли меня, хотя, в общем, я думаю, что в меньшей степени это моя заслуга. Но есть другие замечательные молодые люди, например, Арина Опенышева, замечательная пловчиха, самая молодая участница сборной команды по плаванию на Олимпийских играх. К сожалению, может быть, к сожалению, не привезла нам золотую медаль, хотя мы ждали и болели за нее, но при этом однозначно это олимпийская надежда, спортивная надежда нашей страны. Губернатор нашего края Виктор Александрович всегда говорит о том, что власть должна быть ближе к людям. Как у вас простроен диалог между властью и населением? Мы в прошлом году провели первый в городе общественный форум «Диалог». У нас в прошлом году заработала общественная палата городская. И вот тот охват общественных организаций и общественников, общественной инициативы, он, ну что ли, так достаточно ярко стартовал, что мы, проведя весной 2016 года первый форум, вынуждены были, я даже не побоюсь сказать, провести вторую серию осенью прошлого года, потому что высока потребность, очень много замечательных идей и предложений от общественников, что самое главное, вторая площадка, она, ну, объективно для всех участников открыла вот это вот возрастание этого доверия. Если первый форум и общественники, и те, кто выступал в качестве второй стороны диалога, власть, бизнес, ну, в общем, еще где-то, может быть, не понимали или не доверяли организаторам, то на втором форуме уже шло, ну, такое чисто человеческое предъявление тех ожиданий, потребностей, которые есть у каждой стороны. И мы в этом 2017 году на весну уже хотим, чтобы этот форум становился, если не всероссийским, да, в части участия других представителей атомных городов, да, но то, по крайней мере, по уровню и по масштабу он, ну, должен уже соответствовать тому, что было сделано, плюс еще чуть-чуть. Павел Евгеньевич, спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. У нас в гостях был глава города Зеленогорска Корчашкин Павел Евгеньевич. До новых встреч, увидимся.